Всем привет! И сегодня я хочу рассказать и показать вам некоторые полезные сервисы для EVE Online, полезные сайты и вообще как ими пользоваться вкратце расскажу. Потому что прям глубоко мы копать не будем, глубоко вы сможете сами покопать в дальнейшем, но хотя бы покажу вам все это дело и расскажу об основных сайтах. Естественно, что в комментариях вы можете дополнить и рассказать о каких-то еще сайтах, которые вам помогают, но сегодня мы поговорим лишь об основных. Естественно, ссылки я оставлю в описании. Пойдем, скажем так, от самых популярных до не самых популярных, но все-таки каждый из них очень-очень много пользы дает и некоторые, например, я вообще не закрываю, пока играю в EVE Online. Итак, поехали! Первый сайт, о котором мы с вами поговорим, это, конечно же, ZKillboard. ZKillboard это сайт, который отслеживает все киллы в EVE, да, все кто кого где убил, кто потерял корабль и так далее, и так далее. И все это дает нам огромное количество информации о противнике, да и о любом вообще, вообще обо всем, вот по-честному прямо обо всем. ZKillboard это номер один сайт, который у вас всегда должен быть открыт, вообще всегда, вот прям, ну, если только вы копаете в хайсеке, конечно, можно его не открывать. Но в целом, во всех остальных случаях, если вы летаете, сканите, не знаю, крабите и все, что угодно делаете, ZKillboard у вас должен быть открыт всегда. Да, значит, можете прям тут залогиниться, если залогинеться, будет прям комфортнее и удобнее. Ну и давайте мы с вами на примере посмотрим. Вот я вбиваю свой никнейм, да, то есть можно вбивать никнейм. Вот вы увидели человека в локале и скопировали, вставили сюда никнейм. Далее можно, например, вбивать какой-то корабль конкретный, да, что позволяет вам, например, найти фит на Сабру. Сейчас еще рассмотрим, да. Потом, например, вы можете вбить какую-то локацию, да, какую-то систему. Ну и вот вы уже сможете посмотреть по системе, как и что, да, соответственно, то есть когда там убивали последний раз, кого убивали, кто там чаще всего убивает и так далее. Вот, ну давайте мы с простого, например, вбиваем Коляторт, да, и заходим, смотрим. Вот это, грубо говоря, моя страничка. Итак, мы смотрим, сверху вы сразу видите, значит, самые большие киллы за последние 7 дней. Справа вы видите, на скольких кораблях я летал, в скольких системах я был, в скольких регионах, сколько всего киллов, да, и так далее, и так далее. Дальше вы видите, вот какие корабли, да, на каких кораблях я, в общем-то, дрался, да. Дальше вы видите топ-систем, в которых я дрался, ну и так далее, да, то есть топ-локаций, это вот в системах внутри, значит, там рядом с вот этим гейтом, на вот этой луне и так далее, и так далее. То есть все это есть. Также вы можете посмотреть на примере, вот на меня, да, нажимаете топ или там за месяц топ или за все время. Можете на себя как раз посмотреть, да, после просмотра этого ролика, и вы нажмете, если топ за все время, то увидите, какие самые-самые крупные корабли, которые я убивал, вы увидите, за какую корпорацию у меня больше всего киллов, за какой альянс у меня больше всего киллов, на каком корабле я больше всего кого-то убил, да, тут у меня, естественно, херон топ-систем, в которых я больше всего киллов сделал и так далее. То есть вы уже посмотрите полную информацию о человеке. Конечно же, вам будет полезно видеть лишь первую страницу, кого он убивал, и, например, лузы вы можете посмотреть, да, какие корабли этот человек терял, потому что вы можете зайти, оп, херон, ага, вот такой вот у него фит херона, да, и уже от этого, значит, вот исходить. Да, вот такой у него фит, к этому фиту вы можете готовиться. Да, человек может поменять фит, да, человек там может еще что-то, но чаще всего этот фит совпадает. Конечно же, сразу вам скажу, что тут есть несколько еще, например, вот по поводу фитов, вот вам хочется взять этот фит, да, что вы можете сделать? Вы нажимаете экспорт, EFT, у вас открывается такая штучка, нажимаете Ctrl-C, сворачиваетесь, открываете в EVE, нажимаете, вот, да, соответственно, оснащение кораблей, импорт из буфера обмена, симулировать. Вот вам, пожалуйста, этот фит, мы только что взяли его из килоборды. Да, тут есть один красный модуль, это, значит, точеный шилд-экстендер, у меня он всегда точеный, вы его никак не сможете посмотреть, но примерно тоже можете понимать, что тут может стоять. Да, вот, пожалуйста, вы только что загрузили фит. Также, также, конечно же, можно фит вообще проще загрузить, вот так, импорт фит, если вы нажмете импорт фит, он у вас просто сразу появится в вашей фитилке. Давайте мы кого-нибудь другого найдем, на примере, там, не знаю, вот будет Коракс какой-то. Вот мы нашли Коракс, да, нажали импорт фит, он говорит, окей, все нормально. Мы теперь заходим, ищем тут фит на Коракс, у нас появился фит на Коракс, вот этого вот, Амио и так далее, да, правильно же, да, вот, он сохраняется с его никнеймом. Вот, он, он, он у нас уже сохранился, вот, так что все, это все, что нам нужно знать. Также, конечно, нам иногда полезным бывает смотреть Related, ну, например, давайте мы снова перейдем к моей страничке, например, вот тут где-нибудь, не знаю, вот, да, вы можете посмотреть, кто с кем на самом деле дрался, то есть нажимаете Related, у вас генерируется Related, и вы можете посмотреть, значит, тут было с этой стороны, там, с этой стороны, там, потеряли 9 кораблей, да, с этой стороны потеряли 46 кораблей, тут было 39 человек, тут был 31 человек и так далее, то есть вы можете посмотреть полноценно, как, из чего состоял бой, да, конкретно бой состоял и так далее. Также, на самом деле, если вы смотрите Related, то лучше всего смотреть через EVA Tools, нажимаете BR EVA Tools, после того, как вы уже сгенерировали, да, и тут уже гораздо проще все смотреть, вот, 31 против 30 человек, эти потеряли, там, столько-то исок, эти потеряли столько-то исок, и так далее, и так далее, но многие, кто смотрит Related, не знают еще о некоторых фишках, например, можно посмотреть таймлайн вот этого боя, и это, на самом деле, очень интересная штука, вы открываете вот Related, допустим, вот, мы частенько скидываем где-то Related, я, там, в Телеграме скидываю, или, там, на стримах скидываю вам Related какого-то боя, вы его открываете и видите только вот это, да, но также вы можете посмотреть, например, таймлайн, вы смотрите таймлайн, что, например, вот этот Иштар, он вообще умер за час до того, как начался бой, да, посмотрели, ага, и вы смотрите, кто в этом бою там умирал первым, как вообще происходил бой, тут вы прям все это уже видите, да, конкретно все это видите, кто кого убивал, в какой последовательности и так далее, это, на самом деле, очень сильно помогает, ну, суммировано это просто, показывает, сколько всего, каких кораблей было, да, там было 3 Худина, например, 12 Каракалов, так как вот тут, например, вы смотрите, ну, бывают очень длинные полоски, да, тут суммарно вы видите, каких кораблей было сколько, да, опять же, там дэмэдж, сколько, кто, какой корабль, сколько дэмэдж нанес, и, соответственно, это все сортируется по, именно сортируется по тому количеству ДПС, которое кто-то нанес, вот, соответственно, вот мы отсортировали, да, к примеру, вот, ну, и композиция, это как раз, какие альянсы в этом участвовали, также вы можете разделить их на корпорации, посмотреть, какие конкретно корпорации в этом участвовали, ну, и далее уже даже можете разделить на чаров, да, какие чары в этом участвовали, так что теперь вы сможете больше информации получать о каких-то больших боях, да, и больше понимать, что в них на самом деле происходило. Далее, что еще по поводу Z-Killboard, да, по поводу Z-Killboard, вот вы можете, например, зайти на какую-нибудь страницу и подписаться на нее, чтобы вам было удобнее, например, мы берем там страницу, вот, вот, например, мы зашли вот сюда, в этот kill, да, видим OneRussia, зашли к нему и можем нажать вот сюда плюсик, и теперь у меня в трекере будет OneRussia, я смогу в любой момент к нему зайти и посмотреть, как у него там дела. Вот, также можно сделать трекинги по кораблям, по системам и так далее, то есть вы можете вот эти трекинги поставить себе, и у вас уже будет там все более понятно, более, более удобно, да. Далее, есть еще некоторый момент, иногда спрашивают на стримах, как загрузить kill, например, вы кого-то убили, но он не загрузился, что в таком случае мы делаем? Мы открываем, например, вот, вот есть отчет о победе, да, есть отчет о победе, но допустим, что он не загрузился, допустим, что он не загрузился. Что мы делаем? Мы нажимаем сюда и скопируем внешнюю ссылку на отчет обои. Открываем снова ZKillboard, тут есть кнопочка Post, нажимаем сюда и нажимаем Отправить. Все, у вас сразу нажали Отправить, все, у вас сразу загрузился ZKill, вот вы попали на его страницу сразу же, так что теперь ZKill будет отображаться. Так что, если что, можете пользоваться вот этими всеми функциями, этого вам будет более чем достаточно. Да, конечно, в ZKillboard есть еще расширенный поиск, где вы можете искать, например, давайте, все-таки этот момент я вам быстренько покажу. Например, мы смотрим Коля Торт, да, опять меня, и, например, Астеро. Например, там, не знаю, Астеро, да, Астеро Шипс, вот, значит, Астеро, мы смотрим, например, за все время вообще какие-либо взаимодействия Коля Торт и Астеро. То есть, вы видите, вот, потерял Астерку тут и так далее. Но мы можем, например, Коля Торт Атакерс, да, то есть, это Коля Торт, а, значит, когда Коля Торт кого-то убивает, но корабль при этом фигурирует Астеро, да, вот. Мы видим, что уже киллы от Коля Торт, киллы Астерок идут и так далее. Можете наоборот сделать, например, сюда, и тут будет, как Астерки именно убивали меня, да, то есть, и вот, когда Астерки были в киллах. Так что, вот такой, значит, вариант тоже можете рассматривать. Опять же, можете бои тут сортировать соло, тысяча плюс и так далее, и так далее. Тут можете покопаться сами, просто многие вообще не заходят в эту функцию, а она дает тоже очень много информации. Я надеюсь, про ZKillboard вам будет достаточно информации, дальше вы уже сами разберетесь, сами покопаетесь, и сами уже откройте для себя какие-то новые функции, самые базовые, самые нужные я вам показал. Окей, идем дальше. Следующий, давайте сразу обсудим ВХДБ, ссылка также будет в описании, значит, тут можно указать сразу русский язык, чтобы было удобнее. Да, это восстановленный сайт ВХДБ, то есть, это не оригинальный, но восстановленный на нашем сервере, можете им пользоваться, в общем, все тут окей. Опять же, это сайт, который позволяет вам получать информацию о ворумхоллах, о ворумхоллах. Первое, что нам нужно, например, например, мы возьмем какую-нибудь, какую-нибудь любую ВХ-шку, вот такую, да, там, к примеру. К примеру, это наша бывшая дача, больше мы там не живем, вот, мы открываем. И первое, что нам нужно на этом сайте, да, мы, например, вбиваем сюда вот информацию о номер, номер системы, и мы видим по этой системе всю-всю-всю информацию. Класс ВХ, С3, статик, лоусек, это значит, что в этой ВХ всегда есть статик в лоусек. Эффект Вольф Райт, мы можем посмотреть, да, вы знаете, в ворумхоллах есть там свои эффекты, вот, соответственно, мы можем посмотреть, что дают эти эффекты. Сколько планет, сколько лун и так далее, и так далее, и так далее, вот, ну и все. То есть тут вы видите киллы, сразу система Z-Killboard из этой же, из этого же ворумхолла, да, так, чтобы было понятно, отсюда можно сразу на Z-Killboard попасть, да, чтобы было удобнее, когда, например, в этой ВХ-шке, кого последний раз убивали. Также сигнатуру аномалии можете посмотреть, но сигнатуру аномалии, конечно же, лучше всего смотреть через сигнатуры. То есть это второе, чем мы будем пользоваться, да, вот мы поиском уже попользовались, поняли примерно, как и что. Дальше, по сигнатурам, то есть вы заходите в ворумхолл, и у вас тут есть вот C1, C2, C3, C4, C5, C6 и так далее, и так далее, и так далее, вот. Вы хотите узнать, сколько там ДПС, какие там триггеры и все такое. Вообще в ворумхолле, крабить в ворумхолле, не зная триггеров, это прямой путь на Z-Killboard, да. Поэтому, вот мы, например, открываем Fortification Frontier Stronghold. Мы видим, сколько мы денег получаем за первую волну, это 8 миллионов. Мы видим, кто триггер. Это значит, что одного из вот этих вы, например, можете убить, вот этих можете убивать, и потом только добивать одного, который тут остается, да, понимаете, надеюсь. Вот, потом за вторую волну получаем 11 миллионов, за третью волну получаем 20 миллионов. Итого мы получаем, значит, 41 миллион за всю аномальку, которую мы пройдем. То есть в ворумхолле всегда понятно конкретно, сколько там мы получаем, да. Также, например, мы берем какой-нибудь Garrison, да, в C5. И тут мы видим, что мы получаем 253 миллиона. Но плюсом ко всему в Garrison еще есть, конечно же, Drifters, которого получаем 300, там, миллионов дополнительных. Но тут мы также видим триггеры, не триггеры и все остальное. Также вот, когда вы видите защищенные датки и релики, вы можете их проверить тут. Например, вы зашли в третью, да, и смотрите. Ага, вот мне выпал, я смотрю, Forgotten Frontier, что-то там. Что тут меня встретит, да? Насколько мне будет больно, может быть, я это смогу перетанковать и взломать все эти там контейнеры, например. Да, так, чтобы просто у вас было понимание. Но я, конечно же, не рекомендую. Далее, тут также есть газовые сигнатуры. Например, мы смотрим Vital, откроем, да, и видим, что Vital здесь на 742 миллиона. Но база не обновлялась, так что в газовых сигнатурах всегда увеличивайте количество газа, умножайте на 2. Да, соответственно, можете и стоимость тоже умножать на 2, потому что база не обновлялась. А в Еве где-то полгода назад было обновление, где в 2 раза больше газа стало на аномалиях. Поэтому вот такая вот, в общем-то, вещь, да. А также там, например, Instrumental, тут еще 500 миллионов, ну и так далее. То есть вы все это видите. Вы видите, какая тут непесь прилетает спустя 20 минут. Тут даже написано добыча Вентурой, сколько вы заработаете Вентурой. В общем, тут всякие такие штучки расписаны, и можете это смотреть. Слиперы, опять же, это информация по каждой, по каждому неписенку. Эффекты, вы можете посмотреть эффекты, какие есть в вормхоллах, да. Цвета ВХ, опять же, тут можете изучить цвета ВХ и определять по цветам, какие куда ведут, да. Далее, база ВХ. Вот база ВХ очень интересная вещь, возможно, она вам когда-нибудь пригодится. То есть вы можете найти класс С3, например, который ведет, С3, например, нам нужен катаклизмик, не знаю, например, который ведет в какой-нибудь там, в хайсек, да. И нажимаем поиск, и вот нам список всех ВХ, которые с катаклизмиком и ведут в хайсек. Например, да, вдруг вы ищите себе там производственную ВХ для жизни и так далее. Ну, в общем, с этим сервисом, я думаю, все понятно. Также, сразу хочу сказать, так как мы вот сейчас говорим о вормхоллах, да, есть еще сайт Аноик, в котором вы также можете вбить там номер ВХ, да, также получить информацию. Ну, тут более развернутая информация по планетам, по радиусу и так далее. Какие могут быть, какой номер у статика, какие могут быть еще тут дырки появляться и так далее. То есть, Аноик тоже очень полезный сервис, честно скажу, я им пользуюсь редко, я больше пользуюсь ВХДБ. Вот, но тоже ссылочку я оставлю, можете пользоваться. Далее, а давайте сразу к вкусному, к Академии Еве Онлайн. Вот это очень-очень интересный сайт. Это официальный сайт Евы, но при этом очень мало кто пользуется сайтом Академии. Все думают, что это какая-то фигня и все такое, но сейчас я вам расскажу, что это не так. Итак, сайт Еве Академия. Тут есть очень много интересных объяснений, механик и всего остального. На самом деле, если вы научитесь пользоваться этим сайтом, вы будете понимать практически все в Еве, но, конечно же, это нужно изучать постепенно. Но все-таки я вам просто оставлю вот эту ссылочку и, например, вот «Боевые механики». Открываем, да, тут есть вот, значит, некоторые прям разделы, да, вот. И как это выглядит? На самом деле, выглядит это потрясающе. Вы видите по оптимальной дальности. Вот вы смотрите дальность поражения. Если вы, если, значит, дальность поражения достает, то вы 100% попадаете, да. Соответственно, с отдалением вы видите вот этот процент. Это добавочная дальность, которая называется «Фаллов», да. Ну и, соответственно, дальше за пределами также вы видите, как, каков шанс попадания. И так по всем механикам, по скорости наведения, по спиральной атаке, дальность поражения ракет. Тут все объясняется. И если вы будете пользоваться этим сайтом, наверняка вы будете гораздо лучше понимать механики. Так что это, в общем-то, очень крутая штука. Пользуйтесь и посмотрите на досуге, в общем-то, как это выглядит и чем этот сайт может быть вам полезен. А он действительно может быть полезен. Далее, давайте мы перейдем к Тере. Про Теру у меня есть отдельный ролик. Сейчас я сверху, наверное, закреплю вам ссылку на этот ролик. Но все-таки быстренько пробежимся по Тере. Итак, Тера это такая, в общем-то, это такой вормхолл, да, в котором есть очень много статиков, очень много выходов. И с помощью Теры можно добраться куда угодно, ну, практически куда угодно, да, и пересекать карту Евы гораздо быстрее. Но как это сделать? Во-первых, есть папочка Теры. Можете запросить ее у нас в чатике Злой Херон. А можете там сами ее где-то найти. В общем, суть в чем. В общем, есть люди, вот, Ева Скаут, да, это такая корпорация, такой альянс, который всегда высканивает все выходы из Теры, давая вам, скажем так, понимание, как вы можете через нее пройти. Можете открыть, вот, например, мэп, да, карту, и смотрите, где есть выходы, где есть входы. Например, вы понимаете, что вам надо, там, не знаю, какой-нибудь Тенерифис, и вы видите, что, окей, во, отлично, есть выход Тенерифис. Смотрите, сигнатура в Тере такая-то, сигнатура снаружи такая-то, и в целом, как бы, все, да, все, что вам надо знать. Также вы можете, например, попав в какую-либо систему, например, вы там не вжите, я не знаю, например, вы в Хеке, да, например, просто, к примеру, вы можете тут вбить Хек, нажать Update, да, и посмотреть, какая к Хеку самая ближняя, в общем-то, дыра в Теру, да, из которой потом вы можете выйти, я не знаю, в Житу, например, и так далее. То есть, поэтому Террей пользоваться очень комфортно, очень удобно, пользуйтесь, и вот сайт как раз Евискаут дает вам это делать, да, также тут можно им донатить иски за то, что они выполняют свою работу, ну и все такое. Поэтому учтите, что есть такой сайт по Тере, называется он Евискаут, опять же, я, конечно же, ссылочку в описании закреплю. Следующий, Evie Workbench, Evie Workbench это такой сайт, где я чаще всего смотрю именно фиты, да, именно фиты, то есть вот тут выбираете фит, тут есть еще и маркет, но есть еще фиты, да, например, там нам нужен фит на Гиллу. Мы пишем Гилла, нажимаем поиск, и вот у нас все фиты, которые добавляют люди на Гиллу. И тут можете посмотреть, опа, Т6, там гамма, например, для Абисов, открываете, у вас тут вот есть фит, да, вы его посмотрели, тут сразу импланты какие-то есть и все остальное, просто нажимаете также EFT, также тут нажимаете Ctrl-A, Ctrl-C и опять же вставляете все это дело себе в, да, только что, как я вам показывал, как это работает. Так что можете вот пользоваться, да, тут есть еще несколько там таких фишек, да, там есть Price All, то есть можете, например, взять какие-то модули, давайте попробуем, там взять вот такие вот модули, я сейчас скопирую, это лунная копка, да, нажать вот так и посмотреть результаты. Соответственно, я могу по этому Price All посмотреть, сколько все это дело стоит и сколько это все дело, вот, например, если это там продать по такой цене, если продать по такой цене и так далее, то есть смотрите, сколько за это, за сколько все можно продать именно в ЖИТе, потому что мы указали ЖИТу, да, тут можно поставить, например, АМАР и посмотреть, сколько это будет стоить в АМАРе. В общем, все это, если прям вот вам надо именно списком загрузить, то это прям подходит. Также тут есть Маркет, то есть в Маркете, например, можете посмотреть, сколько стоит Херон, да, нажали все регионы и посмотрели, значит, где Херон стоит, например, дешевле, да, дешевле он стоит вот в этих лоусеках ханицких и так далее, потом листаете, листаете, тут уже 600 и так далее. То есть можете посмотреть, где он стоит дешевле, где он стоит дороже, например, бай-ордеры, где выставлены самые дорогие бай-ордеры. Например, в Стейне Херон покупают по 2 500, можете вот прямо сейчас пойти сделать Херонов по 500 тысяч, да, или закупить их там в ЖИТе по 500 тысяч и продать их за 2 500, например, да, в Стейне и так далее. То есть тут вы видите, где есть бай-ордеры, тоже самые большие, вот, то есть это тоже Маркет. Есть еще Еви Маркетер, о котором на самом деле я не собирался сегодня говорить, а надо бы. Вот тут более понятный, скажем так, интерфейс по поводу цен, да. Тут мы можем также написать, например, Херон, к примеру, и видим по цене, где сколько Херона продаются, да, за какую цену, где и сколько. Вот, а также мы видим, где кто покупает, но почему-то это прям очень-очень тяжело подгружается. Вообще этот сайт работает, давненько я им не пользовался. В общем-то попробуйте, давайте на примере каких-нибудь Хернет ЕЦ дронов посмотрим. Очень мало он загружает почему-то результатов, это очень странно. В общем, такой сайт есть, имейте в виду, но сейчас он как-то работает прям супер-супер плохо. Так что имейте в виду. А ссылочку я все равно оставлю на него, пускай она будет, я ее тут себе сохраню, чтобы точно не потерять. Итак, есть еще три сайта, о которых нам стоит поговорить сегодня. Это Абис Трекер. Абис Трекер это сайт по безднам, да, по безднам. Вот вы можете посмотреть по все бездны, далее вы можете видеть, кто сколько бездн прошел. Там всякие вот как раз эти диаграммы, на каких кораблях чаще всего делают, на каких, значит, классах кораблей делают и так далее, и так далее. Также можно посмотреть фиты, нажимаете фитс, да, к примеру, и смотрите там самые популярные фиты, и тут себе указываете, что вам нужно. Там, например, дарки какие-нибудь четвертые, и нажимаете фильтр, и смотрите, значит, кто проходит четвертые дарки, на каких кораблях. И так вы можете понять, да, как проходить бездны. Также там есть комьюнити, есть вот все остальное. Это можете смотреть шипс, то есть, если вам нужен фит на конкретный шип, конечно же, гилый проходит чаще всего. Можете там нажать и посмотреть, да, опять же, по всем кораблям можете посмотреть всякие диаграммы, формулы и все остальное. Как тут проходит, какие штуки проходят и так далее, да. То есть, это полезная информация для тех, именно, кто проходит абисы и занимается абисами, то есть бездны, да. Далее, LP Store, ну и вообще Fusework. LP Store это такая вот, ну, вы наверняка знаете, что такое loyalty points, да, LP. Чаще всего они попадаются там во фракционных войнах и так далее. Вы набираете, например, вот, Амарский, Амарский 24, вот, Imperial Crusade, да, это Амарский LP. И мы можем посмотреть Sell Price, например, нажимаем и мы видим, если вот так отсортируем, то видим, что мы можем обменять на Амарский, на Амарский LP, на что мы можем обменять. Тут вы можете там поставить, не знаю, 50 позиций, к примеру. И видим, там, например, что вот такие вот импланты, к примеру, можно обменять 4000 на 1000 LP, да, это вообще отлично. Вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, тут вы можете изучать. Также Fusework, очень много Blueprint калькуляторы тут есть. Тут есть всякие-всякие штуки, если честно, я этим практически не пользуюсь, кроме LP Store, но думаю, что вам это на самом деле может быть полезно. Я вот не пользуюсь, а вам может быть полезно, если вы, например, производственник, да, это, в общем-то, вам поможет, поэтому невзначай об этом говорю, чтобы вы были в курсе, что такое есть. Окей, опять же, тут есть всякие штуки, я вот честно, вот это даже не смотрел. Но, надеюсь, если вы в комментариях напишите подробно, распишите, какие штуки для чего предназначены, я думаю, что мы вас все вместе поблагодарим. А если вы новичок, то обязательно спускайтесь в комментарии, читайте их, потому что там в комментариях бывает очень много всего полезного. Также давайте быстренько проговорим про такой сайт, как Datlan. Datlan, если честно, я вот спустя только два года игры пришел к тому, что этот сайт действительно нужен, но все это было из-за того, что я не жил в нулях. Когда вы живете в нулях, то сайт Datlan вам прям очень сильно нужен и действительно очень много пользы приносит. Сейчас я вам расскажу, как его смотреть. Особенно это будет полезно тем сканстакановцам, которые у нас живут в нулях, и вам будет гораздо проще. Итак, первое, что мы попадаем, это на вот эту страницу. И, например, вот Фитаболис, это где как раз живет там мой альянс, да. Вот вы видите, здесь есть название стакан, да. Это, соответственно, то, что наши системы. И, например, тут можно сортировать по разным штукам. ТКУшки, ну это то же самое практически, что хабы, но там немножечко другие вещи. Вот, корпорации, которые тут живут, да, можете посмотреть. Далее, что тут еще можно посмотреть? Например, можно посмотреть, сколько убивается NPC за сутки, да. И вы видите, сразу можно понять, где наша столица. Сразу видно количество убитых NPC, что аж тут все красным горит, да. Например, можно там увидеть джампы, где больше всего джампов, где больше всего люди ходят, да, проходы по гейтам и так далее. То есть тут можете смотреть, там, где, например, есть планеты лава и всякие-всякие такие штуки, чтобы вам было понятнее. В общем-то, например, вы залетели китнули, нажали, значит, где NPC киллы, да, и понимаете, где живут крабы, куда можно ехать. То есть посмотрели shift-pods, опять же, понимаете, где происходят больше всего драки за 24 часа, например. Да, и то есть вам становится гораздо понятнее, где люди дерутся и так далее. То есть где там люди джампы делают, да, и все такое. То есть можете примерно все это видеть, и, в принципе, это вам сильно поможет. Также тут можно смотреть там navigation, navigation это смотрится, например, количество прыгов по титану, точнее, на какое расстояние прыгает титан. Например, мы сейчас поставим нашу домашку, поставим какой-нибудь, да, там, титан и посмотрим, секунду, и посмотрим, куда мы сможем пропрыгать, да. ПО-3, шип, например, титан, и посмотрим, сколько, точнее, в какую систему может нас прокинуть титан. И вот тут есть полный список того, куда из нашей домашней системы нас может титан прокинуть. Например, да, также есть тут, например, по Black Ops и почему-то еще, и вот так вот можно смотреть, допрыгивает кто-то или не допрыгивает. Также есть jump planner, чтобы планировать какой-то маршрут, в общем, всякие-всякие такие вещи, можете это смотреть, дальше я уже там не погружался. Также можно посмотреть по альянсам, тут по альянсам видно, у какого альянса больше всего систем в нулях, да, можете вот так вот полистать, посмотреть, увидеть, что у нас, например, 15 систем и все такое, да. В общем, все это можно смотреть, можно изучать, если вам это прям очень-очень нужно, вот. Но в целом, в целом, в целом больше тут ничего такого особо интересного для меня, по крайней мере, нет. Возможно, вы что-нибудь тут еще больше узнаете, да, для себя, но для меня самое главное это открывать карту и смотреть, как и что там, где прыгать, как мне попасть в какую-либо систему, вот. Ну и завершающий сайт, наверное, по планетарочке, опять же, есть несколько сайтов по планетарке, но вот это я считаю самым удобным. Планетарка это очень такой непростой вид деятельности в Еве онлайн, где нужно много просчетов и так далее. И вот этот сайт помогает вам разобраться, какие планеты вам нужны и какие ресурсы. То есть, например, там, вам надо строить нанофактори, вот вам надо строить нанофактори, и тут вы видите сразу, что вам для этого нужно, какие планеты для этого нужны и так далее. То есть, тут, или, например, у вас есть там, у вас есть только планета, вы нажимаете на океаник и смотрите конкретно, что вы можете из этого добывать, да, и так далее. Вот, также тут расписаны цены по планетарке, тут вы можете, примерные цены, да, тут вы можете понять, какую планетарку, например, продавать будет выгоднее всего, да. Тут есть цены, тут есть цены, везде все есть, и, в общем-то, дальше вы, я думаю, разберетесь, но, как оказывается, не все знали про такой сайт. Это кто занимается планетаркой. Для меня это было открытием. Ну, и сейчас еще один сайт вам покажу. Я недавно, значит, в телеге его выкладывал, но, возможно, не все его видели. Вот такой вот сайт killmarks.space. Этот сайт уже такой более, ну, скажем так, не то чтобы для развлечений, но не настолько прям полезный, да, но иногда, иногда вы, например, наубивали кого-то, да, там, на своем корабле и хотите посмотреть, значит, зарубки, да, killmark, как это называется. И если вы не можете их найти, то вот этот сайт вам в помощь. Этот сайт просто показывает вам, где у кого корабля там зарубки. Открываете у Absolution, вот тут зарубки, отлично. У Arazu, например, зарубки вот тут. И все. То есть вам не надо больше тратить часы времени на поиски, где же зарубки у вашего корабля, если вы на нем так много там зарубок сделали, но найти их не можете. Вот вам, пожалуйста, вот такой вот сайт. Все, ребят, больше я ни о каких сайтах сегодня конкретно рассказывать не буду. Конечно, есть еще сервис Pifa, есть еще программа Pifa, да, для фитинга, есть еще программа EVE Preview, но по ним достаточно гайдов, поэтому я уже их прям сюда включать не буду. Если я упустил какие-то сайты, обязательно пишите об этом в комментарии. Если хоть что-то из этого вам было полезно, тыкайте лайк на это видео и до скорых встреч, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!